здравствуйте друзья с вами геоэнергетика инфа максим радакин и мой постоянный собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр европа осталась без гарантии сша по поставкам газа многочисленные сми пишут что в европе так и догадались что соединенные штаты с ними не заключают никакого контракта долгосрочного и в любой момент могут их оставить без любимого сжиженного природного газа александр пожалуйста расскажите в чем все-таки тут суть ну дорогие друзья наши постоянные зрители думаю уже догадываются в чем собственно суть всем остальным я замечу следующее сожалению касаться этой темы нам приходится довольно часто потому что несмотря на нашу просветительскую работу на геоэнергетики инфа несмотря на наши попытки вести просветительскую работу и в соцсетях и в публичных выступлениях кстати на соцсети подписывайтесь чего уж там так вот несмотря на это все до сих пор и в сми и у широкой общественности даже у депутатов государственной думы российской федерации у некоторых бытует такое представление что поставщиком газа производимого в соединенных штатах являются соединенные штаты понимаю может показаться парадоксальным но это не так соединенные штаты не являются поставщиком газа который производится на их территории и в данной ситуации если мы обсуждаем эту новость то в ней ссылаются на данные управления энергетической информации соединенных штатов америки это исследовательское подразделение при минэнерго соединенных штатов это не какой-то ноунейм это вполне уважаемая государственная структура около государственная структура так вот это прекрасная организация управление энергетической и энергетической информации заявила следующее что нету долгосрочных контрактов нет долгосрочных контрактов между сша и европы и мол это создает риски это вот подхватили наши сми и стали говорить да действительно смотрите вот у европы появились риски ухода американского газа мы на этом канале на протяжении даже уже не долгих месяцев на протяжении лет говорим о том же самое да действительно американский газ в любой момент может уплыть по той банальной причине что он не связан долгосрочными обязательствами с конечной точкой поставки на территории европейского союза если мы говорим про год 2022 то мы можем увидеть как поставки из соединенных штатов европу выросли выросли довольно серьезно по отдельным данным порядка 56 миллиардов кублических метров газа была поставлена из сша в европейский союз это большая безусловно величина рекордная величина на 30 миллиардов превышающие показатели 2021 года но эта величина как появилась так и может исчезнуть потому что америка вместе с австралией является главным поставщиком газа для краткосрочного рынка есть есть газ который поставляется по средне и под долгосрочным контрактом и этот газ связан этой конечной точкой поставки не всегда не всегда и не везде это так не всегда и не везде этот принцип работает но тем не менее если мы посмотрим с высоты птичьего полета где-то 70 процентов газа поставляет 70 процентов сжиженного природного газа поставляется по средне и по долгосрочным контрактам вот где-то 30 процентов это газ который идет из сша из австралии и в В основном из США и из Австралии он поступает на краткосрочный рынок. Этот газ можно перебрасывать между рынками. И поставщиками этого газа являются не американские компании. Нет никакого хитрого плана. Газ из Соединенных Штатов идет туда, где за него больше платят. И поставляют его в Европу Total, BP, Shell в качестве основных поставщиков. И есть другие компании, в том числе европейские, португальские компании. Польские компании, которые также везут американский газ. Но в меньших объемах. Именно они заключают контракты с американскими заводами. Именно они этот газ везут. Опять же, ориентируясь не столько на вопли из Европейского Союза. Мол, везите газ к нам, сколько на цену. Если цена в Европе выше, как это было с января 2022 года, значит везем в Европу. Выше цены в Азии, везем в Азию. Это не значит, что 100% газа будет вестись в Азию. И 0 кубических метров повезут в Европу, если в Азии цены будут выше. Нет, есть и иные соображения, в том числе транспортное плечо. Разница в цене может быть не настолько впечатляющей, чтобы стоило везти в Азию. Но при прочих равных условиях, да, действительно вернется ситуация, которая была до января. Так, не февраля, января 2022 года, когда газ в основном, и в том числе из Соединенных Штатов, шел в Азию. Если посмотреть на итоги 2021 года, то мы увидим, что газ, произведенный в Соединенных Штатах Америки, был в основном поставлен действительно в Азию. Порядка 49%. И крупнейшими покупателями были Южная Корея, Китай, Япония в порядке убывания. Там также присутствовала Индия, ну и ряд других стран. То есть основная масса газа шла туда, потому что там выгодно, там больше платят. Ну вот, а если мы посмотрим на ситуацию 2022 года, то ситуация иная. Газ из Соединенных Штатов в основном шел в Европу. Ну, по какой-то необъяснимой для кого-то, может быть, причине, происходили вот эти перетоки только в момент, когда менялись ценовые приоритеты. Если премиальным рынком оставалась Азия, туда идет. Премиальный рынок Европы, сюда идет. Вот, дальше. Несправедливо говорить, что нет долгосрочных контрактов с американскими поставщиками. Во-первых, потому что нет американских поставщиков. А нет поставщиков, то какие могут быть претензии, дорогие друзья? А во-вторых, потому что долгосрочные контракты есть. Может быть, это покажется неким парадоксом, но контракты не обязательно заключаются по формуле с доставкой до покупателя. Нет, контракты долгосрочные могут заключаться, например, по толинговой схеме. Могут заключаться по формату ФОБ. И именно эти контракты, именно толинг и ФОБ доминируют на американском рынке в сегменте сжиженного природного газа. Если резюмировать, Европа вряд ли, Европа вряд ли, точнее, можно сказать, что Европа в какой-то панике, как у нас это любят говорить, что Европа там вдруг поняла, что у нее нет гарантии поставок. Нет, разумеется. Там все прекрасно понимают, как этот газ поступает. Ну, по крайней мере, те, кто имеет отношение к отрасли, это прекрасно понимают. Для них подобные вещи это, ну, вода мокрая. Волга впадает в Каспийское море, хотя я не уверен, что они в курсе, куда впадает Волга, но приведем все-таки именно этот пример про Волгу и Каспийское море. То есть это какая-то самоочевидная вещь. И это не какой-то большой сюрприз. Более того, если мы посмотрим на высказывания европейских политиков, о которых мы уже говорили в прошлых выпусках, в прошлых выпусках на Геоэнергетики.инфо по актуальной вот этой вот повестке, то мы увидим, что они тоже прекрасно понимают возникшие риски. Притом они их понимают именно так, как мы сейчас вам пытаемся объяснить, что Европа утрачивает ценовые преимущества, а Азия начинает эти ценовые преимущества возвращать. И более того, Азия еще и наращивает потребление. А если Азия вернется хотя бы к тому уровню потребления, который был в 21 году, это значит, что свободного газа для Европейского Союза просто не останется. Ну, в том смысле, к которому Европейский Союз привык в 22 году, когда Китай ввел самоограничение на газ, когда в принципе роста какого-то глобального не было. Более того, было падение, которое в основном, правда, обеспечивал сам Европейский Союз. Но было перераспределение на рынке сжиженного природного газа. Вот Китай меньше закупает, значит, этот газ может идти куда-нибудь, например, в Европу. 20 миллиардов кубических метров. Таким образом, пришло в Европу. Из тех примерно 40, от 40 до 65, которые пришли в Европу, от 40 до 65 миллиардов кубических метров, пришли в Европу в 22 году. С точки зрения дополнительных объемов. Ну, то есть, в 21 году было 80 миллиардов. В 22 году с жильного природного газа пришло уже 120 миллиардов, если считать прямые поставки. И 135 миллиардов кубов, если считать еще и реэкспорт, например, из Великобритании. Наши европейские партнеры любят говорить с учетом реэкспорта. Тогда, знаете, в попугаях получается больше. Но даже если говорить с учетом реэкспорта, мы понимаем, что 20 миллиардов из Китая, условно из Китая, это прям очень хорошие объемы. Это прям настолько хорошие объемы, что вот без них будет сложно с текущим уровнем потребления. Но уровень потребления является важным стабилизирующим фактором в Европейском Союзе, как показали опять же события второй половины 21 года и 22 году. То есть, в Европе снижалось потребление газа под давлением высоких цен. Если цены опять станут не подъемными для местных потребителей, а в условиях ценовой войны с Азией, которая вполне может начаться. И об этом тоже говорят, в том числе и европейские власти, когда начинают размышлять о возможных рисках. Так вот, в условиях ценовой войны цены могут пойти вверх, неизбежно точнее пойдут вверх. И тогда Европа может ответить снижением спроса. Снижение спроса это тоже хорошо, это снижает давление на мировой рынок. Поэтому не надо переживать, Европа не переживает. Европа, точнее как, переживает, но не очень, как говорилось в одном известном, в одном известном, я бы даже сказал, широко известном спектакле. К сожалению, хотя вообще не к сожалению, хотел сказать, что к сожалению, вот там чего-то не понимают. Все там прекрасно понимают. Что касается нас с вами и нашей широкой аудитории, не в смысле геоэнергетики инфа. Хотя всем спасибо, кто подписывается, спасибо всем, кто смотрит. Мы вам премного благодарны за проявленное внимание. Но здесь я скорее веду речь про нашу широкую аудиторию, то есть про все население Российской Федерации, которое до сих пор на полном серьезе воспринимает, что если газ идет из такой-то точки, то значит там где-то сидит поставщик, с которым можно договориться. Во-первых, там нет такого поставщика. Во-вторых, с тем, с кем можно там договориться, уже договорились и заключили долгосрочные контракты. Просто эти контракты не дают вам, как потребителю в Европе, никаких гарантий с точки зрения надежности поставок. Несмотря на то, что эти контракты во многом заключали сами европейские компании, которые являются крупными игроками в Европейском Союзе, ну и в мировом масштабе, конечно, тоже. Повторим их имена, чтобы не забыть. Total Shell BP. Большая европейская тройка. Кстати, еще раз подчеркну, этой большой европейской тройкой вся история не ограничивается. Тут у нас и компания Pugnik, которая ушла под твердое, но надежное крыло компании Orlen. Там и другие предприятия Европейского Союза, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть на этот газочек покупают и заключают контракты. Как и есть уже действующие контракты, заключаются новые. То есть в этом плане ничего не изменилось. В Европейском Союзе и для Европейского Союза ничего не изменилось. Надо, чтобы изменилось у нас тут, чтобы прекратили рассказывать вот эти странные истории про то, что вы знаете, а вот там, вот в Европе, они вот поняли, что американцы-то их кинули, что долгосрочных контрактов-то нету. Но, дорогие друзья, вот пока эта мысль нехитрая все еще будет циркулировать в наших средствах массовой информации, в головах широкой аудитории, мы будем постоянно к этой теме возвращаться и раз за разом рассказывая о том, чего там происходит. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо, подписываемся на Александра Фролова в Телеграме, в Дзене, ВКонтакте. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту, также бодро вещать в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.